Студия StarLadder TV, начинаем мы нашу трансляцию финала про серии 13 сезона, но перед тем, как мы начнем, хочется подприветствовать нашего гостя, комментатора StarLadder, это JustFill, привет тебе, как дела у тебя? Всем привет, ребят! Наконец-то добрался до студии, записали тут пару для вас роликов, уже ближе к Новому году выпустим, ну, вы меня можете знать по интервьюхам на этих стримах с разными командами. Ну, сегодня будет довольно интересный матч, поэтому я думаю, что будет, ну, опять-таки, интересно. В общем-то, два коллектива, это ProDota и ребята из Греции, это команда Fate, которые обыграли 3-1 команду Revival. Я напомню то, что сам капитан, уже бывший капитан этой команды, WhiteP, поговорил то, что им будет удобно играть как раз-таки против команды Fate, и получилось в итоге все так, что почти в сухую победа Team Fate, и в итоге они в финале, и сейчас сражаются против ProDota. Да, действительно, так оно и есть, все же отсутствовал WhitePip у нас в полуфинальном матче, возможно, это и сказалось для команды Revival, все же потом ночью мне написал, что, о, классно сыграли мы в финал. Вот так вот, дорогие друзья. Ладно, начинается у нас игра ProDota против команды Fate, драфт уже начался, ну и давайте посмотрим, кто же у нас появился на этом драфте. Это Герокоптер от команды Fate и Венш, Full Spirit и Дазл от команды ProDota. По банам минус у нас Тускар и Инвокер от команды ProDota, что уже касается команды Fate, то забанили у нас Ио и Чена. Ну что же, посмотрим сейчас, что же у нас ждет вторым пиком от команды Fate, и будем, конечно же, немножко обсуждать, пока вот ребята думают, и вот смотреть, что же, что же, все же выберут ребята. Ну, а я пока скажу то, что ребята из ProDota уже успели сыграть, по-моему, в Best of 3 серию в рамках другого турнира, и они уже разогреты и сейчас могут показать сильную игру. По крайней мере, первые две карты пока Team Fate могут быть, опять-таки, не разогретыми, а не могут достаться именно ребятам из нашего СНГ коллектива. Да, и если не ошибаюсь, Fate опять играют с двумя заменами, все же основного состава у них нету, Real Lux, опять же, отыгрывают для команды Fate. И Своджи, который вчера у нас тоже отыгрывал, и посмотрим, как же будут сегодня у нас играть свой финал команды Fate, несмотря на эти две замены. Кстати, одна из замен это игрок коллектива Grove, который занял второе место в Сэмми серии и также отправится в ProDivision. Да, это Focus Dota, конечно же, здоровский, он стоит на центре, все же показывает неплохую игру, и очень, я скажу, много как раз ребят из Греции, которые постоянно меняются, которые вот не меняют именно, не делают составы свои интернациональные, постоянно греки, 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 то есть нету такого, что там 4 грека, один из немцы, 4 грека, один из Польши, постоянно только греки появляются в грецких составах. Это круто. Да, это хорошо, появляются новые страны в киберспорте, новые имена, это безусловно очень хорошо, и возможно сегодня мы как раз таки увидим то, что у нас появится еще один старый коллектив из Греции. Да, да, возможно так и будет. Шейкер тем временем на старым пиком для команды Fate, шейкер, который, ну, я уже отмечал на трансляцию, что грецкий шейкер это просто имба, то есть он залетает, он всех убивает просто на раз-два. Посмотрим, как будет сегодня отыгрывать шейкер, быстрее всего все же он отправится у нас на оффлейн, и будет бороться, будет до конца сражаться, как-то атака. Да, ну вот как раз таки шейкеры те, которые, им выделяется довольно большое внимание в игре, то есть они не идут там как-то сопортить на линию через покупание всяких там вардов и прочего, они просто идут на хард, формят какие-то предметы и в итоге могут неслабо завозить тимфайты. То есть герой такой, в принципе, которого и нужно, вот, пускать в такую линию, безусловно. Пройдемся дальше по банам. Минус вайпер и Слардарут команды Fate, ProDota на данный момент забанила насыщенно Парышина. Ожидаемый четвертый бан от этой команды, после чего мы опять же отправимся в пике, ну и будем дальше разгадывать ту самую стратегию, которую ребята задумали. Да, вот жалко, что не получилось взять сегодня интервью с игроком команды ProDota. Было бы интересно услышать, что ребята подготовили на этот матч, потому что, насколько мне известно, прошлую серию сегодня они закончили при помощи какой-то фастпуш-стратегии, то есть, видимо, они спешили на эту игру и, видимо, им есть что показать сегодня. Ну, посмотрим. Все же видел я от ProDota повторение той самой стратегии. Это Devour плюс Lina. На линии играл у нас OneScore, то есть ребята побеждали в полуфинале с этой стратегией. Но вот в первой игре мы такого не увидим все же. Есть у нас другие товарищи, которые будут залетать. И посмотрим, смогут ли ребята с помощью таких вот героев все же закончить в плюс для себя. Бисмастер третьим пиком для команды ProDota, ожидаемый третьего пика от команды Fate. Должен залетать по идее саппорт. Но вот я что-то, если честно, не припоминаю, как играет у нас команда Fate, на каких саппортах. Но вот, возможно, сейчас и вспомню. Здесь можно, в принципе, кого запихнуть. Можно запихнуть того же самого Рубика. То есть это будет дополнительный контроль, плюс подворовать здесь VIV, подворовать Ultimate Бисмастера, в принципе. Довольно неплохой вариант, как мне кажется. Ну, как вариант, да. Поставить его вместе с Герокоптером. Я вспомнил. Есть у нас Bain еще в пике. Bain, который постоянно появляется в любых играх. И в отсутствие его заводит меня иногда в тупик. Как это? 6.86 не появляется Bain, правильно? Ну, да. В 2015 там-то уже уходящем. SF от команды Fate. SF для Focus.Dota. Focus.Dota, опять же, шикарную игру показывают на том же SF. Да, и, в принципе, на любых товарищах показывают очень здоровскую игру. Несмотря на то, что вроде бы как новое лицо на сцене. И очень здорово берется их оппонентов за... Да, именно. Залится. DK для ProDota. DK для Sunlight на центр против SF. Ну, тоже такое довольно интересное решение. Не часто встретишь такого героя. Не, ну, он залетал. Залетал у нас на ProSeries, если не ошибаюсь. В каком-то полуфинальном матче. Или в 1-4 даже, если не ошибаюсь. То есть DK у нас появлялся. И вот интересно, DK сам отправится или же с кого-то подсумонит себе. Sunlight в помощь. Быстрее всего, что подсумонит. Все же, Савчика надо гнобить сначала. И очень серьезно гнобить. Да ну как, в принципе, подошел. Крипа ударил с топорика. Там, заденал кого нужно. Через армор там какой-нибудь качаешься, грубо говоря. Ну, там, хотя бы в двоечку. И, в принципе, все и так хорошо на линии. Ну, там только кайлами, в принципе, фармить и ждать какой-то помощи от саппортов. Ну, вот только так. Ну, в принципе, можно и отправить саппорты. Но, опять-таки, в начале это будет, ну, немножко мешать, скажем так. Подворовывать будет экспу, которая Драгонайту, безусловно, очень нужна. Да, ну что же, начинаются у нас последние баны двух команд. Не хватает еще команде Фейт, как мы понимаем, еще одного саппорта. Все же Шейкер должен направляться у нас в оффлейн. Что же касается команды ProDot, то не хватает Мэнгэри. Кстати, они забанили Бэйна. Если ты можешь заметить, то... Есть. Да, есть. Есть Бэйн. Все-таки не вышел новый патч и не поменялась мета. Бэйн в бане. И получается, что у нас уже есть, в принципе, один хардлайнер. Ну, ясное дело, один хардлайнер. Кэрри, мидер и саппорт. Вот, собственно, сейчас ProDot могли немножко подпортить стратегию. Но, опять-таки, Бэйн здесь, грубо говоря, читался. Поэтому не забанить его было бы, ну, наверное, ошибкой. Причем очень грубой. Да, опять же, всякие финс-гриппы, опять же, всякие найтмэры, которые будут иногда мешать. Опять же, мог бы, конечно же, тот самый Бэйн отправиться на центр для ДК. Своим инфимблом как-то нагнатывать всю обстановку. Так что было бы такое дело. Шадоу Шаман. Для ProDot последним пиком. И нас ожидает Майнкерри Веншфол Спирит. Ненавижу я вот этот Веншфол Спирит в роли Майнкерри. Ох, я так горю. Но по голосу видно, что возбуждаюсь. Ну, бывает. Ну, вообще, грубо говоря, здесь имеется 4 ранжевика. То есть ДК в форме. И, в принципе, если, скажем так, не получится выполнить какую-то стратегию, там, допустим, с ранним доминированием, то можно просто собраться в пятером шестым уровнем на ДК и с аурой пойти запушить. Да, да, да. Фейды добирают Лину последним пиком. Лина, которая будет у нас вторым саппортом, будет, конечно же, как-то с Вичдоктором гоняться за своими оппонентами. Ну, и пытаться убивать. Конкретно. Будет пытаться убивать. И вообще, посмотрев на пик Фейд, можно тоже заметить 4 ранж-героя. То есть ребята будут разыгрывать наравне. То есть в каких-то таких файтах, ну, где будет решать позиционка. То есть, в принципе... Будут накидывать. Будут накидывать, да, с рейджами. Понятно. Ну что же, переключаемся мы в игру. Ну и будем смотреть, кто на ком будет нас отыгрывать. Начнем мы с команды ProDota. Sunlight на Dragon Knight. На Vengeful Spirit нас Джакал будет катать. Metrim на Shadow Shaman. OneScore на Dazzle. И на Beastmaster Tron. Ну и команда Radiant под названием Fade. Сфоджи или Сфоги на Шейкере. Focus Dota на SF-чики. Beresur на Герокоптере. Realax на линии. Ну и Stylos на Вичдоктере. И сразу же у меня возникает... Ага, вот. Нормально. Realax. Хотел спросить, почему он играет на линии, когда он уходит в оффлейн у нас. Ну вот Шейкера берет и все-все становится на свои места. Отпускается у нас пауза. Поехали смотреть, что же нас ждет дальше. Разбиваются мои ребята с команды ProDota. И выдвигаются, судя по всему, давить бот. Но я вижу то, что фейды сами-то отправляются и на топ, поэтому... А, они отправляются на Рошана, да, друзья? Ой, 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 ой. Пять телепортов сделала ProDota. Сразу же быстренько заходят на того самого Рошана. Ну и хотят его, конечно же, быстро забрать для себя. Тем самым, обеспечив какой-то быстрый буст. Ну вот, правда, мне кажется, тяжело для них будет. Смотри, как немножко пробивать все это дело у нас. Кстати, кто помнит, в одном из интервью в матче с Сибири-Наликой Блэк против ProDota, наш замечательный капитан Фервиан рассказывал о том, что ProDota один раз уже их обыграли при полном счете вот этой вот перволевелной стратегии на Рошане. И сейчас может повториться история, но уже с грецким коллективом. Но я думаю, что, несмотря на Рошан на первом уровне, ребята, ну, прямо уж так отдавать первую карту не собираются. Ну, опять же, Best of 5 серия нас ожидает. То есть, два поражения могут допустить одна или вторая команда. Дальше, конечно же, надо собирать чехлы. Как-то дальше стараться, несмотря на этот счет. И, конечно же, дальше сражаться. Все же, это финал ProSeries. Тут именно решается, кто же отправится в следующий сезон, а именно под номером 14 в Star Series, и будет там катать, катать, еще раз катать. Забрали Рошана. И что мы видим? Что мы видим дальше? Кстати, вот Aegis достался до Dragonite, который стоит в миде против SF. И я вижу то, что он уже вкачал себе первую троечку. Все-таки это будет гнобящий Dragonite в миде. То есть, ну, готов поспорить, что первые минут 5, как минимум, ну, SF будет терпеть. То есть, Sunlight будет 100% свой Aegis разменивать в отсутствие фарма у Focus Dota, и это немного зарешает началь игры. Да, да, да. Наверное, так и будет. Ну, на центр встречается у нас SF против Sunlight. Это на топе, видим, Реалакс на своем шейкере стоит против Митрима, против фармящего Vengeful Spirit, на которой играет у нас Жакал. Ну, и на ботами видим Трона на Бисмастере в окружении трех как раз оппонентов с фармящим Бирокоптером. Ну, вот бегает у нас Ванскорб. Наверное, будет все же какие-то стаки делать, опять же, для Бисмастера, после чего, опять же, топорами, возможно, будет какой-то фармить все это дело. Ну, и ФБ мы почти успели посмотреть. Шейкер у нас погибает в оффлине своем. И Венга, фармящая Венга, забирает фарм. Ну, не верю, не верю я в эту Венгу, что она будет тащить, будет все же как-то дальше проявлять. Слушай, причем забрала Венга-то, ну, грубо говоря, жирного, Шейкера, ну, без, грубо говоря, каких-либо статов. У нее просто есть три ветки, две ветки даже, и одна цирклетка, и все. То есть, я удивлен, почему ей хватило дэмэджа, в принципе, я не думаю то, что Реалакс должен был пойти на сложную без каких-то статов. Ну, я удивлен пока что, и мне, в принципе, несмотря на то, что эта Венга фармящая, ну, мне пока что нравится, как она играет. Ну, посмотрим. Я не верю, еще раз тебе говорю. Как-никак. Ванскор перетягивается на центр, перетягивается, Сэфчик пока что не страдает, пока нормально стоит. Видим, неплохой крипстат у него, в принципе, немножко приезжает своего оппонента, именно ДК. Более-менее, в принципе, нормально для фокус-голка. Ну, вот, правда, вот эти брасфайеры, это совсем просто зло для него, видимо. Слушай, ну, я удивлен на самом-то деле, как-то уж слишком Санлайт, ну, без какого-либо сопротивления дает крипов. Имеется уже, сколько, 13 душ, и Санлайт только брефайерами разменивает, в принципе. Мог просто очень-очень много агрессировать и не давать фарма, но почему-то он просто соедет своим Аегисом и ничего абсолютно не делает, грубо говоря, чтобы СФ не фармил. То есть, ну, толку вы забирали Аегис, ну, там, да, ради какой-то экспы, но толку вы его забирали, если вы не мешаете при помощи этого Аегиса фармить своему вражескому мидеру. Это очень странно, на самом-то деле. Да, просто на морозе идти и тупо оббить его на ССФ, пытаться разменять тот самый Аегис, который имеет Санлайта, но вот пытается за счет, возможно, каких-то брасфайеров, а потом в надежде отрегенится, ну, окей, две минуты еще остается до окончания Аегиса, но... Ну, считай, такое восполнение комплекса неполноценности в миде при помощи Аегиса какое-то, ну, по-другому я это назвать не могу, абсолютно, по-моему, пока что бесполезен, но здесь этот Аегис. Так, панскор у нас стоял там, хотел подрезать как-то у нас как раз курьера, увидел это все у нас шейкер, который отходил со своего оффлейна, перетягивается, видимо, в центр, ну и посмотрим, что же нас ждет. Опять же, маны немножко не хватает на фиссуру, но вот совсем скоро она появится, и будут ли ребята атаковать, или же просто на хлопку пришел шейкер, вот что меня тоже интересует. Ну вот, посмотрим, как все же Реалакс будет стоять. В принципе, сейчас просто получаете экспириенс вместе с фокус-дотой, как-то мешает ему, но окей. Ну, вообще, как-то все очень странно происходит в игре. Я, честно, не понимаю, зачем пришел сюда Реалакс, там, по-моему, линия свободная просто уже остается. Ну, да, там, конечно, мешает как-то Вингас с Шаманом, но, опять-таки, толку идти еще и воровать экспу на линии у фокус-доты. То есть, если бы в этой ситуации Санлайт разменивал по максимуму свой ИС, то, ну, считай, здесь все, SF просто, ну, ноль фарма. Тут даже, считай, экспу не будет. У тебя стоит шейкер, который подорвывает эту самую экспу, и еще, ну, сложно добить, кстати, прибегает Ванскор, дает свой поизон, дает также и щиток. Тут фиссурка закрывает Санлайта, ну, станчик кривой, и в итоге задувка тоже, ну, мало продамаживает. Ну вот, шейкер сделал свое дело, отрезал всю атаку в исполнении команды Продота своей фиссурой, ну, и в итоге АИКС должен пропадать уже у ДК, и в итоге не получилось, мне кажется, реализовать тот самый АИКС для Санлайта. Ну, считай, грубо говоря, просто дополнительный экспу в начале игры, ну, не больше. Ну, как бы так, но и есть. Я не думаю, что там сейчас сильные преимущества за Продотой по экспу голде. Да, и, в принципе, четвертая минута особо, опять же, нечего смотреть по графикам, опять же, все может выровняться за счет каких-то фрагов, которые могут произойти, которые могут залететь очень-очень быстро. Опять же, что у нас по стакам? Есть ли тут, ребят, да, есть один стак, я вижу, для СФ-чика, который, наверное, подтянется там уже с получением седьмого-шестого левела. Конечно же, потом подойдет. Релакс получает у нас Паузен Тач, начинает нарезать у Ван Скор, хорошая фиссура, проблемы тут у Ван Скора, все же, а Тауэр получал. Ну, и ДК в центре забирает у нас СФ-чика, приходит у нас Фоджи, заканчивается атака от Продоты, возвращаются, ребята, к Тауэру. Как умер СФ? Вопрос у меня очень большой, опять же, Эйгиса не было у ДК, ДК просто на морозе через Драгонформ нашел где-то разобрение. Замечательно. Прилетает Вич-Доктор наверх, отрезают у нас Дазла, Дазла забирают, ну и 2-1 становится, а счет пользы команды Продоты, но Фейд же пока не в нуле, видимо, один фраг уже сделали. Слушай, ну САМЛАЙТ уйдет в себя без Эйгиса увереннее, чем с Эйгисом, сделал, фраг взял, и теперь половину ДУ, считай, фокус Доте обрезали, все, уже будет сложнее определенно играть. Тут еще и САМЛАЙТ может второй раз подключиться, если будет еще и саппорт, то это, в принципе, будет второй минус. СМИ просто пол-ХП улетает. Дается встанчик, да, начинает нарезать, видит, оставил запасходящего, тут каска залетает для САМЛАЙТа, заканчивается Драгонформ, отходит назад. На баунтеруну, которая стоит на сверху, правда заберет это все дело на ССФ, а Шадоу Райс не дает, все же не захотел дамажить. Тем временем, бисмастер забирает гирокоптера. Да, забирает гирокоптера. Круто. Ну да, трон забирает гирокоптера. Слушай, а у него ультимейт вообще есть? Да, потратил ультимейт. Что-то не тронустворится, ладно. А где саппорты были в это время, хочется спросить? У меня тоже возникает вопрос, в принципе, это и стайлс был у нас на центре, сверху, я понимаю, Лина была, возвращалась на респаун, но что-то оставили просто-напросто у нас как раз одного гирокоптера фармить, гирокоптер, видимо, немножко подсдал. Короче, все, внимание, ребят, из обеих команд приковано просто к этому миду, тут по-другому и не скажешь. Ребята то воруют экспу, то отдают мидеров, то отдают кей из-за того, что просто нету чем подсейвить. Вот так пока только и получается. Да, ну 3-1 для продоты, пока ребята неплохо смотрятся. Ванскорп стал неплохо вардецкий. Опять же, видит, будет, точнее видеть, когда фармят, когда отходят, когда начинается, возможно, атака какая-то на сэндлайт, на центре. Ну и сэндлайту, опять же, уверенность достается большая. Стоит тут вардецкий, стоит тут вардецкий, то есть видит все подходы и возможные атаки на него. Пингуют, пингуют, видимо, хотят забрать, там как раз два героя имеется по обе стороны баррикад, кстати. Тут ванскоро, если что, подсейвит. Ну и не собираются, сама это отдывает. Ну и вот тут, в принципе, забрать, по сути, то и нечем. Фокус вообще без маны, без кайлов, поэтому мы просто помигали по стиле экспу, ну и ничего просто не заработали. Ну и как раз мало очень маны у ДК, поэтому если провязать форму, там не хватит вроде бы. Хотя нет, хватит, там бастанчик как раз. То есть опять же, струки придется нарезать у нас АСФчику. Не очень приятно, наверное, будет. Приносит бутл у нас ДК, по-моему, да. Сейчас опять нас обузит, начнет этот бутл. У, смокганг, слушай, интересно. Фокус ловит станчик, но будет брефарь, я думаю, не туман, и скорее всего фисурка ставится, тоже телепорт кричу. Трон прибегает на СФ, СФ от тапки, прилетает герокуптер, кулдаун дает, неплохо ванскор, Грейв юзает паута, попробует все же забрать у нас трон, а трон получает дэмэдж, работает милигейк, еще станчик от своджи, ну и минус у нас бестмастер. Ну в один в один разминались ребята, но забирает АСФ. Забирает АСФ, а у команды Фейт, это, конечно же, печально. АСФ не может разогнаться, АСФ никак не может на что-то нормальное уже выформить. Проблемы у Лины, Sunlight, опять же, неплохо нарезает, но далеко не заходит, боится, опять же, возможно, каких-то телепортов, которые еще... Слушай, ну вот посмотри, на самом-то деле, да, гнобят СФ, нету возможности разогнаться, но опять-таки, у команды Фейт еще есть герокуптер, а у Продоты только фармящая венга. Вот. Поэтому, если пропадет ДК, то, в принципе, ставятся вардецкие, и скакат как гоня, а Шаклы, Метрим ловит Хойл и умирает. Риалак страдает сильно, отдает у нас хороший тотем, но, правда, Джакал выходит, Джакалу больно, кулдаун находится, но все же еще залетает, отставил за Маледикт. Джакал должен умирать, Драгон Слэйв еще залетает в догонку, но там Грейв, там Грейв, Sunlight идет до конца, все же понимает, надо нам дожать своего оппонента, но вот боится. Опять же, нет у него формы, но вот именно с способностями имеется у него... Что у нас? На четверочку, да. Дрессфайер, поэтому, может, задут неплохо. Но, правда, это не хватит, мне кажется, гораздо лучше этого. Но, опять-таки, может, стоит вернуться вот к теме того, какой вообще, ну, потенциал, скажем так, у ребят из Продот, если вот как раз-таки не будет Драгон Найта. Я вот, честно, не понимаю, ну, каким будет билдом идти сейчас Венга, но я вижу Доминатор, и, в принципе, это такой небольшой, как мне кажется, намек на фастпуш, потому что такое часто мы видим, плюс есть еще и Аквилл, доезжает там что-то в Курьере, ну, Телепорт, ясное дело. Но вообще, мне кажется, что если ребята из Фейд потерпят эту вот стадию, когда Продотеры пушат, когда Продотеры пытаются кого-то загонгать, то они, в принципе, в Лейте, думаю, вынесут, потому что, опять-таки, кэри потенциал, я абсолютно не вижу с этой Венгой, кстати, кулдаун есть, Брэв Файер задувает, Фокус Дат получает просто весь дэмэш, в итоге слапают еще и Герокоптер, накричали, ну, тут под хиллом, в принципе, еще одна задувка, это минус 2. Отправились греки вперед, вдвоем пытались быстренько как-то разменять Т1 на свой Т1, но вот как-то так же и быстренько отдались, как и пошли. Не испугались Телепортов, кстати, вообще? Ну, там один Телепорт был у нас на Т1, поэтому думали, там ничего проблемного не будет, но пришла Венга с леса, прилетел там еще Т2 человек один, и быстренько-быстренько, ребята, тяжело. Погибли. На Рошана заходит у нас команда Продота, опять же, сбивают его, еще форма у ДК имеется, поэтому сейчас ребята подрежут очень-очень быстро, ну, и 2.700 у ДК, возможно, Шаблэблэйд очень быстрее будет у него. Ну, читаем, читаем игру. Читаем, читаем просто этого Драгон Найта. Может, удастся и прочитать про исход игры, твои вот прогнозы. Не знаю. Все же ожидаю я увидеть большую-большую борьбу в плане 5 карт, поэтому вот все же ставлю я на вот этот счет, какой-то 3-2, но вот в пользу тяжело сказать, очень тяжело сказать. Но если выиграют Фей, то это будет сенсация, два греческих коллектива просто выносят все. Ну, не будем забегать вперед, но опять-таки, если так и произойдет, то будет, ну, мне кажется, очень круто. Ну, посмотрим. Реалакс, пока Транквилы купил, нужен очень-очень блинг. Опять же, когда появится блинг, начнется большой-большой переворот, на мое мнение. Но главное, чтобы не было, как вчера, в полуфинале, где порядка 3 Хаслэма просто зашло в землю. Не успел прожимать блинг, как раз Реалакс, он уже нами. Я вот посмотрел на Шейкера и вспомнил Шейкера, у которого были Транквилы и Мекка. Он просто залетал с Даггера, давал Фессуру, давал Мекку, и на этом заканчивался его внос ХП в команду и в команду соперника. Да. На Савчик потихонечку собирает себе Мекказм, остается еще Рецатик. Тем временем снизу у нас команда про Дота забрала Т2, отправляется дальше на Т3, Санлайт уже нарезает и неплохо нарезает. Видимо, опять же, яд работает по Таверу, но вот связается клефортификация, будет ли на развороте кого-то цеплять? Нет. Уходят, уходят, уходят. Хотя Санлайт, смотри, Санит у нас под Shadow Blade Doom, дабл дэнэш на руках и ждет, ждет вот свою цель, которая должна выходить из ХГ на лограунд, но не дождается все же. С дабл мемеджем, да. Слушай, и вот, кстати, в принципе, вот есть тот самый доминатор, но опять-таки, если затерпят, если затерпят, то будет у фейда все очень прекрасно. То есть мы видим, что там, в принципе, благодаря четырем рейнджовым героям ребята хорошо откидывают и потенциал есть, причем большой, поэтому вот сейчас стоит доделать эту меку, доделать какой-нибудь даггер 100% на шейкере и, в принципе, считай, к тебе на хайграунд уже не подойдут, потому что там стоит волк, который хоть и дает дамагу для вас, но еще и может внести с Ахаслэма 1 толчок, поэтому ну, вот так и получается. Нужно терпеть, нужно фармить на минуте, возможно, какой-нибудь 30-ой, где-то уже все начнет получаться. Ну что же, продокерцы заходят на Т2. По центру есть варды, которые, опять же, вносят большой-большой дэмэдж. У Тауру, Митрим прыгает у нас с даггера вперед, не получилось словить шеклз, так бы, конечно же, быстрый какой-то фраг был бы для команды ПД, и было бы здорово, опять же, заходить на тот же ХГ, потому что имеется, опять же, Эйгис у ДК, который абсолютно еще пока себя не реализовал. Хотя, опять же, считать, реализовать это Т2, который ребят снесли, такое себе, мне кажется. Дает уверенности просто команде в действии. Трэнни Крафт, без мастера, до третьих еще остается порядке тысячи. Будут, конечно же, их пытаться быстренько-быстренько подсобрать, ну и отправлять постоянно вперед, постоянно пушить с самой линии. Так, есть Миказм у СФ, медальону в кураж у Даза получается, появляется, точнее, нападение на футболку, особо ничего и не сделал СФ, просто погиб. Не вышел из-под двух станов и быстренько отправился отдыхать. Ну, Некров не будет, кстати, да. Так, ну и на последний Т2 про Дота заходят, хотят забрать последний внешний товар команды Фейта, полностью отрезать греков, но какой-то смуг интересный от греков, которые заходят на вообще другую линию фармить крипов. Опять же, Сэнш у Гирокоптера особо видим, фарма у него нету, по Нетворцу, видимо, он занимает там пятое место, по-моему, да, пятое место. Ну, как-то так у Гирокоптера вообще не сложилось. Т3, Т3 потихоньку падают, нужно как-то дефать. Тот самый Т3, глиф фортификации нету, поэтому Т3 падает, Санлайт идет вперед, Тегис, ну имеется, ничего не должен бояться, идти просто до конца, до конца, все же принимать весь дэмэдж оппонента. И заканчивается Драганформ, пошли Теченцы, появляются волды вот Митрима, на Милишный Барак, спасибо Митриму за то, что смотрят трансляцию. Ну ладно, отходит у нас про Дота, понимает, что надо, надо по таймингу отойти назад. Ну все равно давят, все равно давят, и в скором времени могут упасть и Бараки, поэтому, ну, я не знаю, вот если минуты 3 назад мне еще казалось, что в принципе могут фейды задефать, то сейчас я вижу, что в принципе каких-нибудь вардов в Шадоу Шаманах хватает для того, чтобы снести просто тавер. Если там подключится не Карачи, подключится Волк, то будет вообще все прекрасно. Плюс фарма вообще никакого я не вижу у Герокоптера. Ну, 6 тысячный творца у Шадоу Финда, плюс 5 тысяч у Герокоптера, ну, как-то маловато пока что. Не хватит этого для дефа, я уверен. Опять же, плохо, плохо начали для себя греки, постоянно вот отдали вот эти фраги на центре, по-моему, два раза умирал у нас ССФ, или один раз, я не помню точно, Герокоптер один сразу, в один раз, точнее, умер от Бисмастера и Дазла, опять же, греки немножко отошли назад, ну вот, эти вот фраги маленькие-маленькие все же скопились в одно целое, в итоге, конечно же, страдают немножко греки. Свапнули ССФ, получается, там у нас фокус дота, есть крик от трона, ну и без проблем забирают опять же ССФ. Ну, слушай, кстати, могли бы и в начале игры побольше как-то фрагов делать, опять-таки, мы это уже обсуждали, то есть, ребята выбрали, видимо, ну, такой, более уверенный путь, когда, ну, грубо говоря, нам никто не мешает фармить, нам никто не мешает приобрести те предметы, которые нам помогут донести в начале игры, и вот так вот и происходит, то есть, ребята решили прям уж так сильно не агрессировать, пару фрагов на миде, пару фрагов на другой линии, в принципе, нам этого хватает. Опять же, оооо, Кослаб хороший, от шейкера залетает, как же так, вот он подключается, у нас шейкер грецкий, минус 2 делается, ванскор под грейбом живет, делает нечем сбить, есть танчик от Сфоджи, минус нас дазл, вот это врыв, я просто не ожидал такого видеть, хотел сказать, что надеялись, у нас греки все же терпильную как-то доту показать, то есть, в полуфинале, как раз Пурадота показывал нам очень затяжные игры, и возможно, греки надеялись на такую затяжную игру как раз на финале, то есть, получить те самые артефакты, и раньше 30 минуты ничего не увидеть возле себя, но не получается, как мы видим. так, герокоптер с Энджин Яша, у Лины появляется у нас, где Лина, Лина, вот Сфоджи, сразу же Эйзер Лэнс, опять же, увеличить каст способностей, большевышие состояния, ну да, который, во что мне интересно будет превращаться, будет ли, возможно, какой-то Юл быстрее всего, чтобы, опять же, отрезать в траках кого-то. Ну, мне кажется, ничего тут другого, в принципе, и не может быть, там, от какого-то свапа сейвить себя, или, ну, просто поднимать соперника. Опять же, ДК, возможно, на Юлах поднимает, но, правда, ДК там, думаю, нет, ДК еще БК бы не собирается, собирается и Сэнджин Яша, которая имеется уже у Джакала, Джакал, видим, показывает вторую на Творс на карте, ну, потихонечку, потихонечку, видим, подфармливает. Все же, четвертая аура имеется, который, кстати говоря, неплохой буст дает, опять же, и крачам, плюс всем героям, плюс еще, кстати говоря, вот Бисмастер взлетает, неплохая аура, и вот, с помощью этих аур, то, могут ребята неплохо, опять же, убивать Товорак, как мы отмечали, и продвигаться вперед. Но, правда, я не знаю, что будет с Раком происходить, в тимфайтах, там, 5 на 5, пока мы еще этого не видели, но, я думаю, совсем скоро нас отождет, быстрее всего. Две Саши Яши имеются, у команды Продата, тем не менее, вот, я уже знаю, что будет происходить в тимфайтах, в тимфайтах будут сломанные коленки, и там какие-нибудь герои могут просто не добежать до определенной точки тимфайта, поэтому, стоит быть аккуратными, какие-нибудь БКБхи, может быть, собрать. Да, да, быстрее всего так и будет. Ну, что же, греки на топе находятся, ну, возможно, хотели как-то продвинуться к таверу, в итоге вообще не решались постоянно, нету просто, напросто обиженно у них, поэтому, ребята, не знаю, где там находятся эти оппоненты, поэтому все же, аккуратненько, аккуратненько держимся. Оппоненты-то находятся у нас на Роспите, забирают, не третий, на Рошана, подряд, ну, вот, Вайгис опять для ДК, сыр достается у нас Джакалу на фармящий Веншфл Спирит, еще раз стоит отметить, ну, и Югр Клаб, вот, Веншфл Спирит, который, мне кажется, принесет тот самый БКБ для Джакала. Так, продвигаются по Ботуму, опять будут пытаться заходить на тот самый битый Т3, который стоит, есть, кстати говоря, ворды у Шаду Шамана, у Митрима, кстати говоря, уже скоро будет у нас Акадим Септер, очень круто, Митрим, что-то выносит быстро все. Ну и прошел Драгон Формун Санлайта, Санлайт сразу же в Тауэр вгрызается, ребята, если что, на подсейве, так что, опять же, надо аккуратнее тут держаться. Где Шейкер? Шейкер, вот, видим, стоит позади планеты всей, опять же, ждет, ждет того самого момента врыва для себя, после чего, конечно же, будет врываться Сэкослэвити, сэкпанетов. Лагуну получает Джек Кал, отходит назад, есть у нас колдаун Герокуптера, Санлайт, просветили его, Своджи получает на стан, сразу же быстро умирает от Санлайта, с ДД Санлайт, поэтому видим, дамажа, очень огромное количество вписывается, плюс еще Аура Винги, плюс Аура Трона. Просто жесть какая-то происходит. Да, ну вот у нас, собственно, минус одна сторона, и, ну, вот сейчас ребята из Продоты учили свои ошибки, стали, у нее и поставлять с Герокуптера, Герокуптера могут убить, Дезвард, отлично, от Шейкера стоит, фокус Дота, Кослэм, опять же, Реалакс, больно, Продоте, Продота живет, Продота отвечает, минус Шейкер, Шейкер байбэк, сбили Эггис у нас ДК, будет ли дальше как-то подсевить своего Мейн Кири, точнее, Мейн Кири стоит уже позади, Санлайт погибает, ну, просто нечем, нечем сейвить, а Своуд же, опять же, получает много демоджа, умирает, только воскресло, у нас Лина, ну и, Вив от Ванскора, забирает у нас также, Джакала, никак не спасает, ну и Ванскор, ТП-аут, сбивает, Реалакс, как же этот Шейкер-то играет, черт возьми, ну и, минус нас, четвертый, по-моему, герой команды Продоты, вот ты сказал ключевую фразу, Мейн Кири стоял позади, мне кажется, тут больше ничего не стоит дальше объяснять, ну опять же, Винга не обладает большим количеством ХП, как она пытаться будет играть, я не понимаю, опять же, это фармящая и Веншфол Спирит, которая на Мейн Кири, ну это же просто, я не знаю, кто это придумал, это чумак, я конечно знаю, кто это придумал, но вот, ребята взяли два раза, один раз зашло, другой раз не зашло, все же думаю, что это классная стратегия, и все команды это думают, ну, спасибо ВП, за это, поехали дальше смотреть, 12-9, у нас матч, 23-я минута, по графикам, 12 тысяч ввели у нас команда Продота, но график постепенно возвращается, немножко, назад, к отметке 10 тысяч, по Нетворцу, что же касается Экспириенса, ну, опять же, 2,5, и 5, туда-сюда бегает график, это не сильно, мне кажется, играет роль, опять же, вроде бы, есть уже там, 11-й усеях, нет, еще двух саппорт, как раз нет, 11-й, но такое дело, это быстренько, фармится, это быстренько получается, так, Сноутро, по-моему, не погиб в прошлый раз, не отдал гем, я кстати, ну, забивать, вижен гемом, но опять-таки, вы заходите на хайграунд, у вас есть некрыщи, зачем вам гем еще дополнить, вот, вот, я тоже хотел сказать, зачем гем, если у тебя есть некра, но, ну, трона просто, ну, про доты просто, логика, она, ну, ее не понять, она женская, наверное, у них там сидит женщина, стратегии выдумывает, нет, это у другой команды, ну, проехали мы опять, возможно, возможно, надо, просто надо, не всегда, возможно, некрачи как раз будут живы, возможно, не надо вязать каждый раз, трон понимает это, поэтому, все же, прикупил себе гем, ну, лишним не будет, то есть, пока слота нету, трона, у трона, точнее, лишним как раз гем не будет, есть, аганим септер, ушеду шамана, фармит он дальше, 11 левел на руках, ванскор, 11 левел также получил, заправляется двигать линию у нас, по центру, и игреки, видимо, зажались пока что у нас на респауне, особо куда-то выходят, выходить не хотят, опять же, хотят как-то от диффенса сыграть, чего диффенса у них отлично получается, опять же, с шейкером, опять же, с другими героями, которые неплохо накидывают. БКБ, кстати, появляется, ребята, видимо, сообразили, что здесь что-то неладно, и решили уже, все-таки, с иммуном заходить, к врагам на базу, два БКБ появляется, вот тут, 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 тут будет, будет смог, но греки-то зажаты у нас, на базе, вот в чем проблема, вот какая проблема, вчера, кстати говоря, очень отличный смог, показали нам, у нее и свапают, у нас назад, гирокоптер, а гирокоптер пытается убить, а гирокоптер убивает, нет, у него байбэк, а сэфчик у нас ультует, есть каослем от Реалакса, оббивают у нас, Шаду Шамана, по-моему, да, минус, также у нас Венш Фолл Спирит, есть байбэк от Шаду Шамана, цепляет Стайлеза, Стайлез погибает, прыгает вперед у нас Реалак, статем дает, пытается нарезаться, анлайт у нас сэвит Матскор, с помощью Грейван, ну и на развороте, Своджин напихивает по спинке, трону, трону, дает ГМ, Матскор возвращается за ним, но тут Амитрим появляется, после байбэка, цепляет нас Реалакса, в Шеклз, но вот Санлайт, вот, наконец-то находит, того самого героя, которого он был забрать. Очень большой размер у нас получился, этаж 3 в 3, если с одним байбэком учитывать, ну и на ХГ заходят, у нас команда ProDota, все же из-за, у нас глифортификация, команда Fade, понимает, что с двумя сторонами будет как-то сложно отыгрывать, и надо, надо как-то это все дело задефать. Летает Лина, Laguna Blade на руках, но пока что догнать, особо не может никого. Ну вот, кстати, у нас Винга опять умерла первая, я вот, ну, у меня больше, мне больше нечего сказать, на самом деле. Мне кажется, вот эту игру возят, ну, там, без ауры, грубо говоря, которая дает шанс пушить, ну, 2-3 героя, как максимум. Ну, Винга умерла, дает минус, дэмэдж. Ну да, ну, опять-таки, если, если будет какой-нибудь вайв, то толку от твоей ауры, ты уже, ты не дерешься, ты не, ну, там, не знаю, не спрытишь, грубо говоря, ну, ты просто умираешь, даешь ауру, все. Да. Герокоптер, тот, которого зацепили в той драке, сразу же, быстренько, через Хекс убили, видим, МКБ у него появляется, 900 голды, ну, вот, не хватает, не хватает, еще больше, золото ему. Ну, как ты верно подметил, ну, да, закапитанил прям, четвертый надворст на карте, конечно же, бедово себя чувствовать, немножко игрокоптер, но, опять же, если будет участвовать в драке, постоянно не будет огибать, то свое вынесет, он вынесет, его команда, новые артефакты, ну, и, в принципе, должен, должен чувствовать себя, здорово. Еще раз заходят в смоке, ребята с команды про дота, видят иллюзии. Да, видят иллюзии, особо пока что, больше ничего не видят, правда, вот, асфоджи отходит немножко назад, будет ли свап у Джакала, есть свап у Джакала, Джакал, проживает на ЗПКБ, начинает драться с Линой, Лина выживает на лох-эпф, входит в драку, у нас гирокоптер, но все же, минус 2 уже есть, в команде ПД, минус, у нас гирокоптер, фокус доу тут спинули в Шеклз, после Хиггса, минус у нас с СФ, и... Это ГГ. Реалакс. Эхо слэмить может, не? КД на блинке. Прыгай! Давай! Ну, это гудгейм, первая карта. Да, это гудгейм, все же, да, минус Себараки, и вот он Реалакс, и после этого гудгейм прописан. Сделал! Сделал свое дело! Молодец! Да. Были красивые моменты. Были, да, красивые моменты, в некоторых случаях, в случаях, некоторых фейт, могли перевернуть даже ход игры, но все же не хватило им золота, не хватило как раз немножко времени, чтобы дофармить на те самые нужные айтемы, ну и, опять же, закончить как-то в плюс для себя, как-то выровнять игру и потом пойти вперед, как-то так. Ну и ПД начали очень-очень быстро, начали они с Рошана, который залетел, ну, правда, вначале мы не понимали, зачем этот Рошан был для Санлайта, но потом, вроде бы как, где-то, где-то, как-то, как-то, ребята уже собрались, пошли вперед, ну и закончили у нас первую игру. Но все равно про Дота разогретые были и плюс они отыграли со своей фастпуш-статегией предыдущую игру в серии, поэтому, ну как бы, очевидно то, что они смогли уже на опыте, скажем так, взять первую карту. Ну то есть я не удивлен. 29 минут понадобилось команде про Дота, чтобы закончить эту игру. Я рассчитывал на то, что на 30-е будет уже доминация фейт, но не получилось, к сожалению, не за две фейт. Одной минуты не хватило, ребят. Одной минуты. Ну ладно. Ну что же, уходим мы на маленький перерыв, после чего будем возвращаться обратно в трансляцию. Напомню, это финал про серии 13-го сезона. Бестов 5 сиренов сожидает, поэтому никуда не переключайтесь. Совсем скоро вернемся.